С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан сегодня 15 марта среда. В студии Бедерниси Гусенова доброе утро. Депутат Госдумы Абдул Мажет Маграмов в рамках региональной недели провел прием граждан в Новолахском районе. Вместе с ним обращение жителей выслушал уполномоченный главы республики Алибек Алиев. Больше всего людей здесь беспокоят вопросы, связанные с их переселением. Оказалось, что прижиться на новом месте совсем непросто, рассказывает Зулейха Курбанова. Рассказать о наболевшем пришли представители разных поколений земельных споров, обеспечения жильем, выплаты компенсаций, а также создание рабочих мест. Людей прежде всего беспокоят вопросы, связанные с переселением. Арсен Султанов один из тех, кто не спешит покидать землю, где родился и вырос, и переезжать на территорию новостроя. Их документы не дают. И посмотрите, какие домострои в состоянии этих домов. Посмотрите, трещины. Очень остро стоит вопрос со строительством домов для молодых семей в Новострое. Не менее актуальна и проблема регистрации прав на земельные участки и домостроения переселенцев. Юридический адрес на территории Новостроя, село Ахар, село Шушья, село Дучинь-Навалакского района. По Российской Федерации уже закон принят. Постановление правительства. Тем не менее, регистрационная палата ставит под ножки, не регистрирует. Руководство района судилось по этому вопросу с Росреестром. Выиграли в Махачкале, в Ессентуках и в Краснодаре. Несмотря на вступившие силы решения арбитражного суда, регистрационная палата отказывается выполнять его. Многих сел Ново-Лакского района в составе реестра Кумптор-Калинского района все еще нет. Отсюда вытекают обоснованные сомнения людей, есть ли у них будущее на новой земле. Почему такое настояние? Я не знаю. Присяд и присяд и присяд знает об этом? Нет? Наверняка, присяд и присяд и присяд знает. Наверное, знает. Процесс переселения, а вместе с тем и переименование Ново-Лакского района на новой территории – вопрос, который никак не найдет своего решения. Люди, работающие в бюджетных учреждениях, полицейские, врачи, учителя и другие, боятся остаться без рабочих мест. А мы, жители района, которые нас туда переселяют, мы непосредственно будем касаться этих проблем и жить с этими проблемами. Начиная с главы республики, все вместе и депутаты Народного собрания, и депутаты Государственной Думы, и глава района, и вся общественность, вот этим вопросом они занимаются. Сегодня есть люди, которые занимаются вашими проблемами. Многие жители района до сих пор стоят в очереди на переезд, а Асяд Гаджиева из Навалака даже не попала в список переселенцев. Глава района пояснил, что на сентябрь назначено заседание правительственной комиссии, которая утвердит окончательные списки претендентов на жилье в новострое. Уполномоченный главы республики поручил управлению по переселению взять на контроль обращение Асяд Гаджиевой. Здесь вопрос должен быть ясный, прозрачный для нее и для нас, потому что это общественные приемные главы республики. Вахмурат Хасов считает, что процесс возврата старых чеченских домов проходит очень вяло. Жильцы отказываются выселяться без компенсационных выплат и единовременной помощи. Есть люди, которые подписали акты, что они сдали дома, но тем не менее не выходят из дома. Компенсацию люди получат лишь после того, как освободят дома, предупредил руководитель управления по переселению. Депутат Госдумы обещал взять на контроль и решение этого вопроса. На приеме депутат Госдумы и уполномоченный главы республики высушили еще немало обращений. На каждое из них последует объективная реакция. В завершении Маграмов заверил, что это не последний его визит, и в скором будущем он вновь посетит Новолагский район. В Народном собрании Дагестана депутаты отчитались о своих поездках. Так, первый вице-спикер Сагид Ахмед Ахмедов поделился впечатлениями об участии в праздновании юбилея президента Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб России Асланбека Аслаханова в Грозном. Затем парламентарии обсудили примерную повестку дня предстоящей восьмой сессии. Предварительно для рассмотрения на сессии включено 19 вопросов. Они касаются социальной политики, экономики и вопросов местного самоуправления. Сессия собраний депутатов прошла в Ботлихском районе. В ней принял участие уполномоченный представитель в горном территориальном округе Магомед Камилов. Участники встречи обсудили послание главы республики Народному собранию, рассмотрели отчет главы района об итогах деятельности муниципалитета за 2016 год и наметили основные задачи на текущий период. В завершении встречи руководитель республиканской службы по тарифам Умахан Амирханов по поручению руководства республики вручил главе района Магомеду Подхулаеву диплом за второе место в высокогорной зоне по итогам работы муниципалитета за минувший год. Готовится к открытию дагестанский филиал Центра одаренных детей «Сириус», созданный на базе Дагестанского технического университета. Министр образования Дагестана Шахаба Шахов рассказал, что заезд в Центр 75 учащихся состоится 23 марта. Первая математическая смена пройдет с 24 по 30 марта. Отметим, что филиал «Сириуса» призван развивать способности и таланты юных дагестанцев, а работать с детьми будут приглашены педагоги из разных регионов страны. В продолжении темы «Способности ребенка можно развить», утверждает психолог Республиканской психотерапевтической поликлиники Аида Магомедова. Большинство психологов считает, что почти в каждом ребенке есть способности. Задача взрослых и, прежде всего, родителей – их развить. Не всегда так думали. Но в столь отдаленные времена бытовало мнение, что необычные способности человека являются врожденными и практически не изменяются в течение жизни. Чтобы вырастить вундеркинда, нужно терпение и организовать обучение ребенка так, чтобы он мог получать от этого только положительные эмоции. Дети обожают учиться, но только когда это не скучно. Прежде всего, в детское ребенка нужны наглядные материалы, которые развивали бы его без особых усилий. Это повешенные на стенку буквы, слова, плакаты с животными, глобус, пирамидки, конструкторы и т.д. Для физического развития хорошо иметь спортивные снаряды. Мы советуем при обучении использовать все пять чувств человека. Вокруг ребенка должны быть разные формы, цвета, обязательно музыка. Очень мудрая мама ознакомила ребенка с различными запахами, например, духами. Обсуждала вкус различных блюд. Даже скучную уборку можно превратить в увлекательную игру. Если малышу дать занятие, убрать сначала квадратные предметы, потом круглые. Или сначала зеленые, потом синие. Можно собирать игрушки левой рукой для правши. И наоборот. Так в игре малыш познает формы, цвета, ощущения. Развивает разные полушария мозга. Жан Кокто сказал, Вундеркинды – это, как правило, дети-родители с богатым воображением. Самыми лучшими учителями для детей являются родители. Поэтому, если вы сами увлекающийся человек, любите творчество, спорт, гораздо вероятнее, что ваш ребенок тоже будет иметь эти интересы. Ваш психологический рост будет способствовать развитию вашего ребенка. Хочется предостеречь родителей от чрезмерной нагрузки детей. Смотрите, не устает ли малыш, нет ли утомления. Хорошо, когда физические упражнения сменяются спокойными занятиями. Главное же, какими глазами вы смотрите на вашего ребенка, как приветствуете его достижения. Новости культуры Зональный фестиваль национальных культур «Россия – Родина моя», посвященный Году экологии в России, Году Каспия в Дагестане и 80-летию Республиканского дома народного творчества пройдет завтра в Хасавьурте. Он проводится уже в четвертый раз в целях сохранения и популяризации народного творчества и патриотического воспитания подрастающего поколения. В рамках фестиваля пройдет выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. О спорте Более 60 лучших дартсменов собрал республиканский турнир в Кизельюрте. За победу в трех номинациях боролись представители Махачкалы, Буйнакска, Каспийска, Шамильского, Чародинского и Ахтынского районов. Спортсмены соревновались в личных и командных зачетах. Чемпионами стали Шамиль Гаджиев из Буйнакского района и Раисат Магомедова из Махачкалы. Среди 15 команд участников победу одержали хозяева турнира Кизельюртовцы. В финале они победили соперников из Буйнакского района. Победители и призеров турнира наградили медалями, кубками и денежными призами. И о погоде. По сообщению Дагидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается. Местами небольшой дождь, туман. Ветер восточный и юго-восточный 6,11 м в секунду. Местами 9,14 м. В горных районах юго-западный 6,11 м в секунду. Температура воздуха 7,12 м, тепла в горах плюс 8,13 м. В Махачкале переменная облачность, ветер юго-восточный 6,11 м в секунду. Температура 7,9 м тепла, вода в море 6 градусов. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан о событиях дня 18.10. А я прощаюсь и желаю удачного рабочего дня и хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok